Друзья, всем привет! С вами первое видео авторынок, компания RDM Import. И сегодня в обзоре. Не похож ни на калошу, ни на кроссовок. Не вызывает ассоциации с кабиной самолета. Чуть больше, чем у среднестатистической косметички. Ну а для любителей экономить на спичках, чувствовать себя слепым. Проблемы с высотой гаражных ворот в сторону немцев вы по каким-то идеологическим соображениям, возможно, не смотрите. Вырежу это. Герой нашего сегодняшнего обзора это тот автомобиль, про который вы вспомните, если вы находитесь в поисках для себя премиального или в кавычках премиального кроссовера, который выезжает 0,100 из 7 секунд. При этом красиво выглядит и обладает хорошим набором опций внутри. Но при этом в сторону немцев вы по каким-то идеологическим соображениям, возможно, не смотрите, а китайский автопром не рассматриваете в принципе. Герой нашего сегодняшнего сюжета это весьма неплохой выбор с точки зрения рационального. Как бы ни парадоксально, это звучало при первом взгляде на автомобиль. Встречайте, Infiniti FX37. Впрочем, сегодняшний обзор будет относительно краткий и призван составить впечатление об Infiniti в кузове S51 в целом, как об автомобиле. Если вас интересует более детальная информация по слабым местам и возможным поломкам этой машины, у нас на канале есть гораздо более детализированный технический обзор. Ссылка будет в описании. Infiniti FX-серии в 51-м кузове появился в 2008 году. На конвейере машина прожила не так уж и долго. Выпуск модели завершили к 2013 году. При этом в 2010 году случилось обновление в агрегатной линейке. Появился мотор объемом 3,7 литра. А в 2011-м внешность автомобилю слегка поправили. Правда, в основном чисто косметически это обновление коснулось оформления передней части, другая решетка радиатора и чуть измененная форма бампера. На российский рынок эти автомобили поставлялись вполне официально. Только автоматические коробки передач, только полный привод. А вот по двигателям был выбор. На ранних моделях стоял V-образный шестицилиндровый мотор объемом 3,5 литра, который выдавал 307 лошадиных сил. С 2010 года появилась его улучшенная версия 3.7, 333 лошадиные силы. Вершиной моторной гаммы был бензиновый V8, 5 литров и 400 лошадей ровно. Ну а для любителей экономить на спичках предназначался относительно неторопливый 8 секунд с нуля до сотни дизель объемом 3 литра и мощностью 238 неналоговых лошадиных сил. Сегодня у нас на подъемнике автомобиль 2013 года выпуска. Здесь 3.7, 333 лошадиные силы, автомат, полный привод и около 170 тысяч родного пробега. Как и большинство моделей Nissan тех лет, взять, например, мега популярный компактный кроссовер Nissan Juke, эта машина получилась довольно неоднозначной в плане внешности. И, как правило, мнение публики на этот счет полярный кому-то до безумия нравится, ну а кто-то не приемлет категорически. А вот с чем поспорить тяжело, так это с тем, что этот Infiniti получился довольно крупным. Длина кузова этого автомобиля 4 метра 86 сантиметров, ширина 1 метр 92, а высота 1 метр 65 сантиметров. Колесная база здесь огромная 2 метра 88 сантиметров. Радиус разворота 5,6 метра. Снаряженная масса 2 тонны 10, а максимально разрешенная 2 тонны 520 килограмм. Пожалуй, ключевым фактором, отличающий этот кроссовер от себе подобных, будет небольшая высота кузова, что представляет собой довольно весомый плюс в глазах тех людей, у кого проблемы с высотой гаражных воров. Что касается толщины родного лакокрасочного покрытия, окрашенные финики довольно тонким слоем. Разброс показаний для родной краски лежит в диапазоне от 80 до 100-120 микрон. Кстати, следует иметь в виду, что этот автомобиль имеет большое количество алюминиевых кузовных панелей, все четыре двери и капот, а крышка багажника и вовсе выполнена из пластика. Обзор внутреннего пространства автомобиля по традиции начнем с багажника, тем более, что относительно этой модели бытует мнение, что объем багажного отделения здесь чуть больше, чем у среднестатистической косметички. Давайте разбираться, так это или нет. Кстати, каталожный объем действительно небольшой, всего 386 литров. Доступ в багажник открывает крышка с электроприводом. Первое, что обращает на себя внимание здесь, это большая погрузочная высота. И нет, не только потому, что автомобиль стоит на подъемнике. Пол багажника здесь действительно высокий, так как под ним в данном случае размещается докатка огромного размера, внутри которой лежит штатный сабвуфер, а вокруг в специальных емкостях штатный инструмент. Ну а теперь переходим к замерам. Ширина проема по средней части 116 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши всего 67. Расстояние до спинки заднего сидения 88 сантиметров. А ширина по полу 107 в наиболее узком месте. Для перевозки длинных предметов можно сложить спинки заднего сидения. Здесь они не образуют абсолютно ровный пол, небольшой наклон присутствует, но это выглядит ровнее, чем, например, в AX35 или Sportage. Правда, небольшая высота багажника при этом никуда не девается. Расстояние от крышки багажника до спинок сидения составит около 173 сантиметров. Если же дачная необходимость заставила вас съездить в хозяйственный магазин и закупиться, например, плентусами, имейте в виду расстояние от крышки багажника до передней панели 2 метра 55. Что касается дополнительных моментов по багажнику, первое, багажник полностью отделан тканевым материалом, пластика здесь нет и, скорее всего, этот момент предопределит его износа стойкость в плане устойчивости к царапинам. С правой стороны на боковой панели есть 12-вольтовая розетка, есть плафон освещения с принудительным включением, еще один плафон размещен непосредственно на самой крышке багажника, есть ручки, которые позволяют вам сложить спинки сидения прямо отсюда, и 4 петли для фиксации груза. Шокирующий факт, в этой машине до сих пор сохранился ключ на 10 из штатного комплекта инструментов. Ну а теперь переходим к интерьеру, и это один из моментов, по которому 51-й кузов очень далеко оторвался от своего предшественника в кузове S50. Интерьер выполнен не в пример лучше. Материалы отделки здесь мягкие, Это касается как пластика панели, так и тех мест, с которыми вы непосредственно контактируете, а именно подлокотников. Сидения имеют ярко выраженный профиль с боковой поддержкой и хорошо фиксируют корпус в поворотах, несмотря на кожаную отделку. Также здесь абсолютно легковая посадка. Никакого отношения к вертикальной джиповской она не имеет. Все регулировки и рулевой колонки, и сидения в данном случае электрифицированы. Диапазон регулировок достаточно большой. Большой. Правда, в отличие от предыдущего поколения, здесь уже нет фишки в виде панеля приборов, которая регулируется вместе с рулевой колонкой. Так что при моей удобной посадке я буду пользоваться в основном верхними положениями рулевой колонки. Что касается запаса продольной регулировки водительского сидения, то его здесь хватает. Если я отодвигаюсь максимально назад, то при росте метра 86 я могу болтать ногами в педальном узле, до самих педалей при этом не дотягиваясь. Так что для человека высокого роста разместиться за рулем Infiniti в кузове S51 труда не составит. И еще один приятный момент в плане регулировок. Регулируется не только высота подушки сидения, но и угол ее наклона. При моем росте метра 86, когда я сижу за рулем этого автомобиля, бедро находится на подушке сидения, а не висит в воздухе. Так что придраться к посадке у меня точно не получится. Нет здесь вопросов и к самому рулевому колесу. Кстати, очень маленький диаметр, правда руль на этом автомобиле достаточно тяжелый. Несмотря на наличие усилителя за рулевым колесом, находятся лепестки для переключения передач в ручном режиме. Подрулевые переключатели в целом на своих местах тянуться к ним не нужно. Переключаются четко и без лишних пластмассовых громких перещелкиваний. По части остальных клавиш управления этот автомобиль не вызывает ассоциации с кабиной самолета, так как все клавиши логично сгруппированы. Слева на дверной карте находится блок стеклоподъемников. Все стекла здесь имеют автоматический режим, плюс клавиши управления центральным замком и блокировкой стекол. Перед ручкой открывания двери располагаются клавиши управления памятью сидения. На два положения далеко внизу рядом с замком зажигания, или вернее сказать слотом для ключа, располагается управление боковыми зеркалами регулировка складывания, омывателем фар, клавиша открывания крышки багажника и клавиша выключения электропривода этой самой крышки. Еще ниже внизу система стабилизации и клавиша сброса суточного пробега на одометре, которая расположена так, что найти ее получится не у всех и не сразу, если только вы не знакомы с этим автомобилем. На самом козырьке приборной панели располагаются клавиши регулировки яркости подсветки приборов и меню навигации бортового компьютера. На рулевом колесе с левой стороны управление магнитолой, справа круиз контроля. Причем круиз здесь может работать еще и в режиме ограничителя скорости, так же как на немцах, что удобно в городе. К приборной панели на рестайлинговых автомобилях лично у меня вопросов нет. Она практически полностью аналоговая, здесь большие спидометры и тахометры с крупной оцифровкой и опять же в рестайлинге приятная подсвет, без вырвиглазных цветовых сочетаний. Указатели температуры двигателя и уровня топлива здесь тоже самое обычное стрелочное. Доминирующее положение по центру приборной панели у нас играет большой дисплей штатной мультимедийной системы, на которой, кстати, можно вывести и картинки с камер, в данном случае кругового обзора. Либо по желанию можно выбрать режим отображения только передней, только задней или задней и передней правой боковой камеры. Еще ниже пульт управления непосредственно мультимедийной системы, здесь сидит чейнджер на 6 дисков и управление климатом. Здесь он двузонный, левая и правая стороны регулируются по отдельности, удобные поворотные прорезиненные, кстати, рукоятки. Да и клавиши здесь, в отличие от предыдущего кузова, стали крупнее и тактильно различимы. Так что при желании управлять всем этим делом можно уже и не отвлекаясь от дороги. Селектор коробки передач обычный, прорезь здесь прямая, есть курок блокировки плюс положение для ручной смены скоростей. За ним посредине располагаются клавиши включения зимнего режима работы трансмиссии и поворотные рукоятки управления подогревами и вентиляцией передних сидений. Что касается бардачков, подстаканников и прочих моментов, связанных с хранением. Здесь у нас присутствует пепельница, еще с обычным действующим прикуривателем, а не заглушкой, как на современных автомобилях. Под декоративной крышкой с микролифтом два подстаканника. При необходимости вы можете вытащить, собственно, секцию подстаканника и получить здесь подобие обычного бардачка. Внутри центрального подлокотника, который, кстати, имеет двойную крышку, причем внутренний маленький объем, здесь оклеен чем-то типа бархата, располагается еще одна 12-вольтовая розетка и выходы под разъемы типа тюльпан для штатной мультимедийной системы. Центральный бардачок также отделан тканью, напоминающей бархат. То же самое можно сказать и про основной перчаточный ящик. Здесь он тоже небольшого объема и тоже имеет тканевую отделку. Ну а внизу дверных карт присутствуют карманы, правда здесь никаких дополнительных углублений под бутылки или стаканы нет. Что касается обзорности, на самом деле у этого автомобиля есть к чему придраться. И в моем понимании это узкое лобовое стекло и широкие передние стойки. Хотя если вам больше нравится ощущение защищенности при езде в автомобиле, чем аквариумный простор вокруг, это ваш вариант. Линия остекления здесь довольно высокая, но боковые зеркала очень большие по площади, плюс они имеют зону с преломлением. Так что при перестроениях вы не будете чувствовать себя слепым. Что касается видимости габаритов, благодаря характерному профилю капота и передних крыльев вы видите габариты автомобиля. Но как и в случае с восьмым аккордом, здесь надо быть очень аккуратным. Впечатление видимости капота в данном случае обманчиво. Правда в данной комплектации сильно помогают камеры кругового обзора. Без них парковаться на подобной машине было бы довольно затруднительно. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается заднего дивана 51-го кузова Финника, то здесь есть и хорошее и не очень. Хорошее это то, что диван здесь мягкий, при этом подушка и сама спинка почти что плоские. Здесь нет такого ярко выраженного профиля, как спереди. Вроде как троих седоков это сидение готово разместить. Но необходимо помнить про высокий центральный тоннель. Посредине среднего пассажира он явно будет мешаться. Есть вопросы и к углу наклона подушки. Все дело в том, что спрятать ступни под переднее кресло у вас не получится при всем желании. Здесь вообще нет никакого свободного места. Каркас сидения находится практически у самого пола. Поэтому вот такое положение ног единственно возможное. А в моем случае между подушкой сидения и бедром все же остается зазор. В дальней дороге это может быть не очень удобно. Большая колесная база этого автомобиля давала надежду на то, что здесь будет много места для колен. И в случае, когда я сажусь сам за собой, я действительно еще не контактирую коленями со спинкой сидения. И это хорошо, поскольку центральная часть спинки сидения с тыльной стороны жесткая и пластмассовая. Производитель предусмотрел здесь регулировку спинки сидения по наклону в нескольких положениях. От вот такого наиболее вертикального, при котором я еще не контактирую головой с потолком, до практически полулежачего. При этом к услугам задних пассажиров подлокотник открывающейся центральной части. Здесь есть подстаканники и дополнительный бокс, куда можно попрятать некую мелочевку. Из дополнительных удобств это пепельница, 12-вольтовая розетка, собственные дефлекторы вентиляции и индивидуальные плафоны освещения на каждой стороне. А вот момент, связанный с обзорностью спереди, здесь тоже остается актуальным. В дальней дороге в этом автомобиле вам придется любоваться окружающей действительностью только через боковое окно. Линия остекления здесь довольно высокая, ну а вперед, скорее всего, вы через кресло водителя практически ничего не увидите. Впрочем, если ваше детство прошло в классических «Жигулях» с семерошными сидениями, вы часто ездили там сзади, этот момент вам будет привычен. Что касается начинки подкапотного пространства, более подробно этот вопрос мы разбираем в отдельном техническом обзоре. Так что сегодня речь пойдет про конкретный мотор конкретного экземпляра, некую золотую середину. Конечно, ввиду того, что все моторы в этом автомобиле обеспечивают высокую ставку транспортного налога, логично было бы поискать именно 5-литровый вариант на 400 лошадиных сил, который разгоняется с нуля до сотни менее чем за 6 секунд. Но таких автомобилей, особенно в рестайлинге, не так много, как хотелось бы на вторичном рынке. И шанс найти живой достаточно небольшой. VQ-37 VHR, а именно он установлен под капотом нашего автомобиля, выдает 333 лошадиные силы, и с ним разгон до сотни у этого Infiniti занимает 6,8 секунды, что на самом деле быстрее, чем 80% потока в городе. По конфигурации это алюминиевая V-образная шестерка с цепным приводом ГРМ. Здесь нет гидрокомпенсаторов, зато есть фазовращатели нового образца, засорение магнитов которых продуктами износа могут приводить к появлению ошибок по фазам газораспределения на сканере. Так что, если вы обнаружили некую проблему в виде провалов при разгоне периодически загорающегося чека и уже успели заподозрить в этом растянувшуюся цепь, не спешите, вполне возможно, вы просто отделаетесь чисткой магнитов и новыми прокладками клапанных крышек соответственно. Ресурс самой цепи ГРМ здесь это около 200-250 тысяч километров пробега. К особенностям конструкции данного агрегата, в отличие, например, от VQ-35, который стоял на Nissan Murano, можно отнести наличие здесь двух дроссельных заслонок, соответственно, и двух воздушных фильтров. Сам по себе VQ-37 VHR это очень надежный двигатель, чей практический ресурс лежит за отметкой в 350 тысяч километров пробега. Главное не экономить на обслуживании и не перегревать мотор. В противном случае есть риск познакомиться с понятием масложор на собственном опыте. Ну а что касается проблемы с разрушением прокладок маслоканалов под лобовиной, то она характерна для агрегатов до 2012 года выпуска. После пошли уже металлические ревизионные детали. И этот вопрос стал не столь актуален. Что касается коробки передач, то с двигателем 3.7 соседствует автомат фирмы Jatka GR710E по ниссановской классификации RE7R01A. Это семиступенчатый классический гидромеханический автомат, причем весьма надежный. Коробка рассчитана на высокий крутящий момент до 400 ньютонометров. И с моторами 3.7 и 3.5 она живет весьма и весьма долго. Свыше 300 тысяч километров пробега. Правда при условии, что ее вовремя обслуживают и своевременно меняют в ней масло. А интервал замены рабочей жидкости для данной трансмиссии это 50 тысяч километров пробега. А не 80 и не 100. Как и любая современная трансмиссия, эта активно использует блокировку гидротрансформатора. В том числе и частичную в различных режимах, соответственно засоряет масло продуктами износа. В целом коробка работает адекватно, но иногда позволяет себе рисковатые переключения. Большая часть проблем с этой трансмиссией была обусловлена некорректной прошивкой на автомобилях первых серий. После обновления все, как правило, приходило в норму. Надо отметить, что коробка передач, в отличие от двигателя, который ставился на ограниченное количество моделей, использовалось очень много где. Проблем с поиском запасных частей или донора для трансмиссии в данном случае не возникнет. Ну а что касается системы полного привода, то в данном случае машина использует подключаемый передний привод. Подключается он через муфту при необходимости, так что в нормальных дорожных условиях ваш Infiniti более склонен проявлять повадки заднеприводной машины. Ну а что касается использования этого полного привода на бездорожье, во-первых, для этого он абсолютно не предназначен, а второй момент – это короткие ходы подвески, которые выступают здесь основным напоминанием об асфальтовом характере этого автомобиля. Каталожный дорожный просвет у Infiniti этой генерации 184 мм. Вооружимся рулеткой и проверим на соответствие. Низшая точка в данном случае под защитой моторного отсека 18 см от асфальта. Передний бампер в 22 см от поверхности земли. До порога за передним колесом 24 см. То же самое и в задней части 24 см. А задний бампер находится в 27 см от асфальта и ничего ниже этой габаритной отметки здесь не свисает. Так что с геометрической проходимостью, несмотря на длинную колесную базу по меркам легковой машины, которой Infiniti в 51 кузове по сути и является полный порядок. Что касается ходовой части 51 кузова, то передняя подвеска здесь выполнена на двойных поперечных рычагах. Соответственно, с каждой стороны у вас по две шаровых опоры. Шаровые опоры в данном случае выполнены как единое целое с рычагом и меняются с ними в сборе. Стабилизатор поперечной устойчивости здесь крепится к подрамнику в передней части. Доступ к его креплениям для замены втулок очень хороший и сам стабилизатор выглядит крайне солидно. Сечение прута стабилизатора под стать полноценному внедорожнику. В подвеске этого автомобиля вообще нет маленьких и хлипких деталей. А вот компонент, на который стоит обратить внимание при осмотре поддержанного экземпляра, это рулевая рейка. Здесь она гидравлическая и очень часто попадаются течи рейки на автомобилях с большими пробегами. Она, конечно, ремонтопригодна, но опять же это лишние расходы или повод для торга с продавцом. Что касается антикоррозийной обработки, эта машина имеет более плотное покрытие антикоррозийным составом с завода, чем, например, автомобили для внутреннего японского рынка. Но при этом, конечно, уступает таким машинам, как, например, джиликуры белорусской сборки, которые сходят с конвейера уже полностью задутым антикором. В задней части автомобиля топливный бак, его объем 90 литров и бак здесь стальной. Ну и, соответственно, есть риск, что на нем может появляться и сквозная коррозия, если в целом автомобиль по низу в плане ржавчины неблагополучный. Что касается задней подвески, здесь она довольно-таки сложная. По четыре рычага с каждой стороны и есть шаровые опоры. Задний стабилизатор поперечной устойчивости в плане толщины прута лишь немногим уступает переднему и также находится в хорошем доступе. Ну а пружины и амортизаторы сзади у этого автомобиля разнесены отдельно друг от друга. На этом наш обзор подошел к завершению. Надеемся, у вас сформировалось общее впечатление о том, что представляет собой Infiniti в 51-м кузове. Если интересует более детальный технический обзор, ссылочка на него будет в описании. Ну а если есть желание поделиться собственным опытом эксплуатации, пишите все это в комментариях. Заинтересовал конкретный экземпляр на подъемнике, контактный телефон для уточнения всей дополнительной информации, включая актуальное наличие, тоже будет. На нем есть WhatsApp, поэтому пишите, звоните, спрашивайте. Если обзор понравился и оказался полезен, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok